Здравствуйте, уважаемые соотечественники! Я в сегодняшний эфир хочу провести предстоящие полномасштабные девальвации Тенге. Сегодня все международные издания публиковали информацию о том, что на биржах произошел масштабный обвал стоимости нефти. Марка Brent достигла цены порядка чуть более 31 доллара за баррель. В пятницу на прошлой неделе цена была 45,5, то есть фактически цена упала почти на 30%. Но на самом деле я думаю, что правильнее оценивать стоимость нефти по итогам конца прошлого года или начала этого года. Так вот, в начале этого года, в начале января, цена на нефть была 68,5 долларов за баррель. Сейчас чуть более 30. То есть, как вы видите, цена на нефть упала в два раза. Многие из вас, наверное, не поймут, а как это повлияет на жизнь граждан Казахстана. Многие даже говорят, ну нефть все равно принадлежит к китайцам или еще кому-то, нам ничего в карман не перепадает. Это, конечно, очень поверхностные заявления и непонимание, на самом деле, тех проблем, которые надвигаются на нашу страну. Или, точнее говоря, уже они в нашей стране сегодня. И я сейчас по этому поводу хочу более-менее подробно объяснить. Итак, есть разные данные, что если анализ экономистов, что если цена на нефть в течение одного года продержится 50 долларов за баррель, то бюджетные потери Казахстана составят минимум 4 миллиарда долларов. Что такое 4 миллиарда долларов? Это 15 процентов минимум республиканского бюджета страны. То есть, это, сами понимаете, 15 процентов это огромная сумма. Это значит, недофинансированные будут разные расходы, зарплаты, какие-то инвестиции, дороги, масса всяких расходов. Это прямо ударит по миллионам, по доходам миллионам людей. Потому что от работы нефтедобывающих предприятий, сырьевых предприятий, зависит размер поступления, формирования бюджета страны. Они выплачивают налоги, люди на этих предприятиях получают заработную плату, с них тоже налоги. И если это предприятие начинает в нефтегазовом секторе продавать свою продукцию по ценам ниже, соответственно, налогу будет поступать в бюджет страны меньше. И это напрямую отразится прямо на ваших заработных платах и других расходах, включая даже рабочие места. Потому что, как правило, когда происходит снижение существенных цен на нефть, и тут происходит массовое сокращение. Происходит массовое сокращение в самом нефтегазовом секторе. Прекращает разные компании, которые выполняют работы бурильные, строительные и все прочее. Они прекращают получать финансирование. Все это сжимается. Там происходит сокращение. То есть тысячи и десятки тысяч людей теряют рабочие места. Ну и потом, как это отражается на бизнесе. Если вы, допустим, работаете в парикмахерской, в кафе, имеете какой-то бизнес свой частный. Все очень просто. Если вчера, например, в ваш магазин приходило 100 человек, это те люди, которые обладали деньгами, они устойчиво получали заработную плату, то количество людей уже будет приходить не 100, а 50, а может и того меньше. Соответственно, ваша выручка уменьшится. Значит, вы вынуждены будете сокращать людей, чтобы уменьшить свои расходы. Значит, доходы в частном бизнесе тоже сократятся. То есть, это цепная реакция. Это не получится так, что в нефтегазовом секторе цены на нефть упали. И типа, ну вот там китайцы сами себе по себе живут. Но эти, что называется, нас это не касается. К сожалению, это не так. Это отразится на всем. На строительной индустрии, на энергетике, на транспорте. Ну, я, к примеру, приведу, что когда происходит падение экономики, конечно, здесь причина другая, тем не менее. Ну, в Китае, например, в феврале автомобильная отрасль продала на 80% меньше автомашин. Представьте, на 80%. Что это значит? Это значит, что резкое падение продаж. В следующий месяц заказы будут делаться во много раз меньше. Это значит, промышленные предприятия, которые производят автомобили, компании-комплектующие, которые поставляют, они резко снижают объем производства. А раз так, то меньше покупают металла, меньше электрооборудования. И по цепной реакции начинает металлургическая компания меньше производить, меньше перевозок, до грузоперевозки меньше. И вот это все резко-резко по цепочке идет. Идет, происходит массовое сокращение рабочих мест, падение налогового поступления в бюджет страны. Это отражается на пенсиях, на зарплатах бюджетных работников и так далее. То есть это вот, так как карточный дом, глобик начинает болиться. Но точная цифра доходов в бюджете страны неизвестна, потому что Министерство финансов не публикует формулы, цифры, все время какие-то отрывочные данные. Но во всяком случае, некоторые экономические издания Казахстана пишут, что бюджет страны формируется в целом где-то порядка 44% этого бюджета страны, формируется за счет доходов от нефти. Вот представьте себе, что если бюджет страны порядка 30 миллиардов долларов, и из них, ну допустим, 44% составляет доходы от нефти, и вот это порядка, сколько будет, ну 12-15 миллиардов долларов. И если там произойдет двукратное падение цен на нефть, соответственно бюджет потеряет минимум 5-6 миллиардов долларов сходу. Это порядка 30-40% бюджета страны. Прогноз такой, что если цены на нефть упадут. Поэтому вы должны понимать, что наша экономика, как большая бензоколонка, как собственно и российская, она прямо зависит от цен на нефть, потому что эти работники, которые работают в нефтегазовом секторе, они завтра не будут в состоянии вам оплачивать, покупать ваши товары и услуги. Соответственно это тоже напрямую отразится на вас. Поэтому мы все должны понимать, что ситуация очень опасная. И что еще? Дело в том, что мы основную часть товаров, как потребительского спроса, продукт питания, техника и так далее, всю покупаем за рубежом. Мы ее сами не производим. Мы поставляем на экспорт только сырье. Так вот теперь, если валюты станет меньше, соответственно, тот товар, который продается на внутреннем рынке, на него будет спрос меньше, люди будут получать в долларном эквиваленте меньше заработной платы, произойдет реально автоматическое падение, девальвация национальной валюты. Сегодня в Казахстане нерабочий день, и обменники заявили, что у них курс на уровне 400 тенге за 1 доллар. Но это, знаете, как административным путем было оказано давление, риски отзыва лицензии и все прочее, они просто фактически не продают валюту. И просто торгов на бирже нет. Но у нас есть очень много ориентиров, как рассчитывать предполагаемую стоимость тенге. Мы знаем, что приблизительно 5,5-6 тенге курс за 1 рубль. Сегодня рубль подешевел. 68 был рубль, до этого где-то 63 был, но вот 68 и за один день курс рубля подешевел, упал до 75 рублей. Если вы 75 рублей умножите на 5,6, это тот курс, который сложился в последнее время, за 1 рубль давали 5,6 тенге, то сегодняшний курс должен быть даже не 400 тенге за доллар, а 420. Ну и объективно, судя по всему, эта неделя будет очень горячая. И российские эксперты говорят, что рубль будет относительно доллару стоить свыше 80 рублей. Тогда вы 80 умножаете на 5,6 и получаете 450 тенге за 1 доллар. Эта неделя покажет, будет ли это так. На самом деле, здесь очень много факторов, которые трудно спрогнозировать, но это не связано никак с экономикой. Это больше связано с тем, что Национальный банк Казахстана искусственно сдерживает курс. То есть, для того, чтобы не было паники, Национальный банк из своих резервов выбрасывает на торги доллары США или евро, и таким образом, тот ажиотажный спрос, который формируется на рынке, начинает гасить интервенциями доллара или евро. Но этот путь, конечно, плохой, потому что в итоге просто все это приведет, что золотовалютные резервы будут бездарно сжигаться. И так называемый плавающий курс, конечно же, правительство, как правило, не исполняет. Если, скажем, наше правительство, Национальный банк, будет формировать рыночный курс, то рыночный курс немедленно должен дать как минимум стоимость тенге 420, а если цена на нефть будет двигаться вниз, она объективно будет двигаться вниз. Во всяком случае, до 18 варта, пока не договорятся ряд стран между собой, очевидно, что курс должен стать минимум 450 тенге за 1 доллар. Ну, если, конечно, Национальный банк не начнет делать интервенции и искусственно сдерживать тенге. Я сегодня еще хочу рассказать, какие у нас возможны проблемы, если эта цена на нефть, вот даже на уровне, который сейчас сложилась, продержится порядка, допустим, буквально 2-3 месяца, а это абсолютно реально. И вообще реально, что цена уйдет ниже. Я объясню, почему. Дело в том, что цена на нефть сейчас будет падать, объективно. Почему? Ну, во-первых, проблема с коронавирусом. Китай резко уменьшил закупки нефти на международных рынках, потому что упала деловая активность, потому что остановились гигантские производства, из-за коронавируса. Многие западные компании, собственно, сами, которые разместили мощности свои производственные в Китае, они заморозили свои производства, приостановили. Это привело к тому, что, соответственно, уменьшился спрос на нефть на мировых рынках. Если избыток нефти сейчас существует на рынке, то цены автоматически должны падать, объективно. То есть, только из-за коронавируса цена на нефть падала и продолжала бы падать еще, потому что прогнозы на развитие коронавируса плохие в мире. Еще пик не пройден, эта болезнь будет расширяться по всей планете. Итак, в этих условиях Саудовская Аравия вместе с Россией предполагали, что договорятся, и Россия, и Саудовская Аравия, и другие страны ОПЕК снизят объемы производства нефти. Но этого не произошло. В пятницу на прошлой неделе Саудовская Аравия не договорилась с Россией. Россия отказалась уменьшать объемы производства. И, собственно, это привело к тому, что сегодня, в понедельник, в рабочий день, произошел обвал цен. Ну, вы знаете, как себя ведет Путин. Типа, мы крутая страна, мы империя. Да кто такие эти арабы и все прочее. Вот, исходя из этой философии, они говорят, мы забили на них, что называется, на рабов, забили на саудитов, мы сами по себе крутые, мы будем больше нефти производить, и все эти потери компенсируем. Вот, собственно, как они думали и думают, во всяком случае, на данный момент. Ну, и такое имперское мышление вам известно. На самом деле, саудиты провели очень жесткую операцию, начали торговать к будущей, и так называемые фьючерсы, объемы на апрель, на май, уже по цене ниже, которая сложилась сейчас. Фактически они обваливают рынок. Саудиты объявили, что вместо 9 миллионов баррель в сутки, они будут производить 12 миллионов, то есть почти на 30% больше. Вот представьте себе, коронавирус и спрос меньше, соответственно, если спрос меньше, а нефти много, товара если много, цен на него начинает падать. Тут саудиты начинают заявлять, что с 1 апреля не наращивают на 30% объема производства. Нефти становится еще больше, то есть объективно, поэтому инвестиционные банки, как Goldman Sachs, сдали свой прогноз, что цена упадет до 20 долларов за баррель. К вашему сведению, я скажу, что существующий бюджет страны сформирован из расчета 55 долларов за баррель. 55, а цена на рынке меньше 35. Вы представляете, масштабы того, что произошло. Это обвал бюджета страны, это фактически сейчас очень опасная ситуация в стране. И это повлияет, если этот процесс продержится хотя бы несколько месяцев, а это абсолютно реально, с учетом развития коронавируса. Какие последствия ждут нас? Это сокращение рабочих мест в нефтегазовой отрасли, во-первых. Во-вторых, это сокращение в смежных отраслях, различные подрядчики. Все это приведет к тому, что отразится на малом и среднем бизнесе, на крупном бизнесе, который занимается торговлей, потому что там людей, готовых купить их продукцию, будет значительно меньше, ну, потому что их доходы упадут. Многие из вас имеют кредиты, потребительские, ипотечные, разные. Соответственно, у вас будет потеряна возможность обслуживать эти кредиты. Значит, вы будете объявлять дефолт банку, объявить невозвраты. Банковская система начнет испытывать серьезные трудности. Если банки начинают испытывать трудности, невозврат кредитов, у них плохие показатели, фактически это приведет к тому, что банки могут разоряться. Конечно, основная часть банков, они являются назарбаевскими. Ну и Назарбаев, конечно, что сделает? Каждый раз при двух девальвациях Назарбаев что делал? Он спасал свои банки. Это значит, он брал деньги из национального фонда, который принадлежит всем гражданам страны, и вливал в свои банки. Дарил. Так он в Каском залил порядка 8 миллиардов долларов, безвозмездно. И потом Тимур Кулебаев этот банк выкупил за 2 тенге. В Сеснебанк он залил порядка 4 миллиардов. То есть вы понимаете, что сейчас все это приведет к очень серьезному опустошению национального нефтяного фонда. Первое. И плохая возвратность кредитов будет в банках. То есть вы, в частности, завтра будете связаны с проблемами невозврата. К вам будет приходить коллектор, они вас будут долбить. У вас будут изымать ваше имущество. Так было, когда была девальвация в 2014 году и позже. И многие из вас потеряли работу и банки начали у вас конфисковывать вашу собственность. То есть очень серьезные проблемы. Ну и если говорить о ценах на продовольствие, вот представьте, тенге станет 420 или 450 за доллар. Это значит импортные товары, одежда, продовольствие, лекарства, все вырастет минимум на 15-20 процентов. А ваша зарплата останется прежней. Останется прежней. То есть для вас произойдет водорожание. И когда кто-то говорит, а, подумаешь, цены на нефть упали, это на нас никак не отражается, вы заблуждаетесь, потому что каждый день вы будете покупать все дороже на 15-20 процентов. При стабильной вашей старой так называемой зарплаты в тенге. Вот какие еще ожидают вас проблемы. Помимо всего, я хотел бы вам напомнить, что цена на нефтепродукты с начала этого года она повысилась. Повысилась и объяснение нашего правительства было такое, что мы подняли, сформировали акцизы на нефтепродукты, поэтому дополнительный будет поступление в бюджет, а это отражается на рост и цен на нефтепродукты. Уважаемые друзья, цены на нефть в конце года были порядка 68 долларов за баррель, сейчас менее 35, то есть цены упали в два раза. Если цены на нефть упали в два раза, цены на бензин же тоже должны упасть. Ну хорошо, с определенной инерцией на 10, на 20, на 30, на 40, постепенно так же адекватно, как и цена на нефть. Во всех ведущих странах мира, когда цены на нефть начали падать с нового года, автоматически произошло падение цен на нефтепродукты. У нас это не происходит. Почему? Потому что рынок нефтепродуктов полностью контролирует Тимур Кулебаев, зять Нур-Султан Назарбаева. Все заправочные станции, все нефтебазы, все объемы, которые производятся на нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих предприятиях, которые идут на внутренний рынок, перерабатываются и продаются, все контролирует зять Нур-Султана Назарбаева. И поэтому вы должны понимать, цены на нефтепродукты не падают, они должны упасть в два раза. Что происходит в европейских странах? Им очень хорошо, когда цены на нефтепродукты падают, получается, каждый человек, он уже меньше своих расходов имеет на нефтепродукты, когда он заправляет свою машину, и эти излишние средства он направляет на другие цели. Даже если какая-то ситуация, связанная с ухудшениями экономики, произойдет, то меньшие выплаты на нефтепродукты, эти ресурсы, которые он сэкономил, он может покрыть издержки, которые возникли в других сегментах экономики. А у вас такой возможности нет. Сейчас будет резкое ухудшение, то есть рост на все товары произойдет, цена на нефть упала в два раза, нефтепродукты не падают, получается, что делать простому человеку? Именно поэтому, как первое решение на вопрос что делать, я говорю, необходимо требовать срочно, чтобы Назарбаев, Кулебаев понизили цены на нефтепродукты минимум 40%, минимум. Это приведет к тому, что вы будете меньше денег тратить на нефтепродукты, более того, это отразится на стоимость товаров, потому что, когда товары их перевозят, перевозят, тратят бензин, дизельный топлив и так далее, соответственно, если эти продукты, как нефтепродукты, в цене упадут, это прямо отразится на продажные стоимости тех или иных товаров. И это сразу, безусловно, облегчит жизнь наших граждан. Поэтому первое действие, которое нужно делать, это потребовать снизить цены на нефтепродукты и газ. Дело в том, что когда цены на нефть падают, есть известная формула, происходит падение цен и на газ. А газ у нас отапливается жилье по многим регионам страны, вы понимаете, и там вы сэкономите, соответственно, расходы на нефтепродукты упадут, на газ упадут, и вы, получив эту подушку, можете как-то сдемпфировать то, что произойдет рост цен на нефть. Итак, я вас просто информирую, говорю, что существующий курс тенге в ближайшую неделю достигнет курса минимум 420, реально рыночная стоимость будет 450 тенге, но искусственно может сдерживать национальный банк, делая интервенцию, и поэтому эта неделя, в ближайшие недели две, будут ключевые, будет видно, как поведут себя мировые рынки и какие последствия вам стоит ожидать. Не получится так, что вы будете тихо сидеть и считать, что мы как-то переживем, к сожалению. Дело в том, что накладывается на текущее обстоятельство это коронавирус. Мы имеем огромные многотысячные километры километры границы с Китаем, у нас постоянно идет переток людей, связанный как с туризмом, так и с деловой активностью, и конечно же, когда власть не заявляет о масштабной болезни, которая реально в нашей стране присутствует, скрывает, это просто говорит о том, что власти опасаются паники, они опасаются, что остановятся многие предприятия, как это произошло в Италии. Италия развитое европейское государство, там уже около 400 человек умерло, заражено довольно большое количество, исчисляемо тысячами, закрыты целые регионы, законсервированные, запрещены переезды приблизительно 15 миллионов человек, 15 миллионов человек в Италии фактически находятся в режиме консервации, и вот эти обстоятельства, они безусловно отразятся на экономике Казахстана, и у нас безусловно болеющих коронавирусом точно должно быть больше, чем то же самое Италии, когда мы прямо граничим, и у нас высокая деловая активность, поэтому коронавирус, падение спроса на нефть, соответственно падение цен на нефтепродукты приведет к масштабному кризису в нашей экономике, и это мы увидим в ближайший месяц, если цены на нефть продолжат падение, то я могу вам сказать, что курс в тенге будет стремительно падать, поэтому, уважаемые друзья, надо готовиться, но не просто готовиться, мы все время говорим, что любые изменения, которые нужны нашей стране, они в первую очередь связаны с активностью нашего общества, если вы будете молчать, если вы будете тихо сидеть, не требовать работы от правительства, не требовать в конце концов их отставки, как должно быть на самом деле, в нашей стране ничего не изменится. Токаев заявил о создании некого антикризисного штаба, он заявил, что будет сокращение бюджета страны, но представьте себе, если бюджет формировался на уровне 55 долларов за баррель, а сейчас уже порядка 35, то вы представляете, масштабы сокращения бюджета страны, это будет мощнейший удар по вашему карману, по вашему рабочему месту, то есть ситуация критическая, мы все должны это четко осознавать, а с учетом того, что Токаев он полный импотент, не способный принимать решения, он не квалифицированный человек, даже как министр иностранных дел он не квалифицированный, не говоря о том, что он вообще не понимает ничего в экономике, команда людей, которые собраны Назарбаевым в этом правительстве, они просто технические исполнители, которые смотрят на своего вождя и ждут от него указаний, они не способны принимать решения, генерировать идеи, это только возможно только тогда, когда произойдет полная смена, полная смена этого режима, поэтому, уважаемые друзья, я хочу констатировать, что этот год будет ключевой, или мы сумеем массово выйти на массовые митинги, добиться смены режима и остановить воровство миллиардов долларов, а я вам говорил, что в год минимум 30 миллиардов долларов воруются, это размер годового бюджета страны, нам достаточно просто перекрыть каналы воровства, и тогда мы можем стабилизировать экономику и добиться его роста, а нынешний верхушек, как вы понимаете, никогда не откажется от своих доходов, когда население молчит, поэтому это сегодня мое первое уступление, завтра я, конечно, безусловно, продолжу, завтра будут новые, скажем, вести по ценам на нефть, по курсу рубля, завтра откроются торги, я уверен, что наше правительство будет напуганно, постарается сделать интервенции, чтобы никто не паниковал, сегодня я видел, как экономисты некие Казахстана говорили, нет, ребята, 18 марта там саудиты и Россия будут снова встречаться, будут договариваться, не бойтесь, все будет хорошо, не верьте, все изменилось, именно фактор коронавируса привел к тому, что останавливается многочисленные производства по всему миру, это приводит к падению спроса на нефть, а наша страна работает в основном на нефтяной игле, мы будем меньше продавать нефти, во-первых, во-вторых, когда падает мировой спрос, будет падение на и другие составляющие нашего экспорта, металл и другого сырье, соответственно, это отразится на крупных предприятиях, горнодобывающих и металлургических, это Арселор Миттол, это цинковые предприятия, это золотодобывающие предприятия, отразится везде, в ближайшие буквально месяц-два ожидается мощнейшее развитие событий, так что уважаемые друзья, я буду вас информировать и хочу сказать, все эти трудности мы можем преодолеть при условии нашей активности, при наших активных действиях и полной смене этого политического режима. На сегодня я свой эфир завершаю, до встречи завтра.